Здравствуйте, дорогие дети и родители! Привет! Помашем ручкой друг к другу! Отлично! Ну что, прежде чем познакомиться с нашим оркестром, нашими музыкантами и их музыкальными инструментами, я бы хотела познакомиться с вами. Все знают свои имена? На 3-4 громко крикнем? 3-4! 3-4! Мне кажется, я не расслышала. Давайте еще раз, 3-4! 3-4! Отлично! А теперь проверим, кого больше среди нас, мальчиков или девочек. Девчонки, вы здесь? Да! Мальчишки, вы здесь? Да! То есть, бронки, хорошо! Родители, вы здесь? И родители тоже пришли и тоже позавтракали, судя по всему. Ну и сегодня, друзья, вы станете первыми зрителями в Уршевске, кто увидит мультфильм «Чиполино» с настоящей живой озвучкой. Мы познакомились с вами, а теперь познакомимся с нашими музыкантами. Это очень-очень интересно, дорогие друзья. И первым я вам представлю самую прекрасную нашу девушку, Марию Валееву. Она играет у нас на рояль. Давайте я поаплодирую. Кстати, рояль в переводе с французского означает «королевский» музыкальный инструмент, основной вид фортепиано. Но, в отличие от пианино, звучание рояля более выразительно и насыщенно по темпру. Клавиатура более чувствительна, игровые качества более виртуозны. Исполнитель на рояле, называется пианистом Мария, сегодня будет аккомпанировать всем нашим музыкальным инструментом. Например, Алексею Солнцову, который нам сыграет на трубе. Давайте я поприветствую. Труба. Это медленный, игровой музыкальный инструмент. Кстати, упоминание самых старых сведений датируется примерно 3600 лет до нашей эры. Это все про трубу. С древнейших времен труба использовалась в качестве сигнального инструмента. Ну а примерно с 17 века вошла в состав оркестра. А теперь Алексей и Мария покажут нам, сыграет нам настоящий неаполитанский танец. Музыка. 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 в 1842 году бельгийским музыкальным мастером Адольфом Саксом. И, кстати, запатентована им же 4 года спустя. Ну а с середины 19 века саксофон начал использоваться в оркестрах. Играющему в саксофоне называют саксофонистом, ну а для нас сыграет Ренат Ашрапов тему из «Розовой паттеры». Ваши аплодисменты! «Розовой паттер» 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Мы знакомимся дальше. У нас очень интересный музыкальный инструмент на очереди. Это туба. В переводе с итальянского это труба. Большая? Да. Это медный духовой музыкальный инструмент. Используется в основном на симфоническом и духовом оркестре. Впервые в составе оркестра туба появилась в 1843 году. Ну а исполнитель на тубе называют тубистов. В нашем случае это Дмитрий Суворов. Для вас он исполнит пьесу «Дедушка». Субтитры создавал DimaTorzok Ваши аплодисменты. Дим Суворов. Как называется этот музыкальный инструмент? Туба. Туба. Какие вы молодцы. Ну и напоследок в нашем знакомстве будут ударные музыкальные инструменты. Группа музыкальных инструментов, звук из которых извлекается ударом или тряской по звучащему делу. Самое многочисленное смейство среди всех музыкальных инструментов. Исполнителя на ударных называют ударник. И у нас это Михаил Светлов. Сейчас он покажет вам свою импровизацию. Давай, Ниша. Вот и хлопать. Вау, здорово! Скажите, кто хочет быть ударником? Всех. Ох, на радость родителям барабаны домой поставим. Ну и теперь, когда вы познакомились с музыкальными инструментами, вы сможете догадаться, когда какой инструмент играет, просто глядя на экран и слушая музыку. Договорились? Да! Ну что, помогут нам в этом наши мастера? Дирижер, главный дирижер симфонического оркестра Удмуртской республики Андрей Гордеев! Ну и наш прекрасный чтец, заслуженный артист Удмуртской республики Алексей Городила. Я думаю, что пришло время начать наше представление. Согласны со мной? Да! Но мне нужна ваша помощь. Все вместе мы должны сделать обратный отчет. Громко считай цифры от пяти до одного. Договорились? Да! Итак, пять, четыре, три, два, один. Поехали! КОНЕЦ КОНЕЦ Поймать его! Поймать его! Держите его! Это государственный преступник! Он покушался на жизнь его высочества! Поймать его! Держите его! Держите! 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 Проходит по улице. Меня толкнули. Я наступил к лицу прямо на ногу. Вот и все. Какой ужас! Да, так ему и надо. Поймать разбойника. Отискать немедленно. Вы нашли его. Немедленно найти и повесить. Ваше высуночество. Ваше высуночество. Это я. Я наступил вам на ногу. Ты. Взять его. Я наступил в армит. Я наступил вам savior. Я наступил в армит. Это я. И только подумайте, этот старый разбойник Чаполоне хотел заклоть его высочество кинжалом. Ничего подобного. У злодея был пулемет в кармане. Не пулемет, а пушка. Да, но слава богу, преступника уже посадили в тюрьму. Субтитры подогнал «Симон» Отец! Чаполина! Сынок! Отец! Тебя посадили в тюрьму вместе с преступниками. «Что ты? Что ты? Здесь все честные люди. За что же они сидят? Понимаешь? Принцу Лимону. Понятные люди не понутру. Потерпи немного, отец. Я скоро вернусь сюда с друзьями. Мы всех вас освободим. Это не так просто, сынок. Ты лучше подумай теперь о себе. Спасибо вам, профессор. Не грусти, малыш. Пойдем, пойдем. Я познакомлю тебя со своими друзьями. Эх ты! Томат в модной каше! Если взять один кирпич, молоток у него, Потому что из него не построишь дом. Если пару кирпичей рядом положить, Будет только две стены, мне удобно жить. Взять бы много кирпичей, чтоб примерно пять, Вот бы вышел славный дом. Только где их взять? Как дела? Стамина. А я тебе подарочек принес. Возьми! Ах ты! Разбойник! Вор! Будовщик! Ты выстроил дом на участке тропинь. Вишен! Вон отсюда! Вон! Вон! Ваша милость! Сам граб вишня разрешил мне молчать! Как фицкую! Здесь будет жить злая собака! Пошел вон отсюда! Вон! Вон! Вон пошел! Грабитель! Молчать! Грабитель! Где грабитель? Покажите мне его! Пожалуйста, Ваша милость! Узнаете? Ах ты! Маленький негодяй! Ты мне дорого заплатишь за эти слезы! Унижна, что такое лук! А ты! Ты тыква! Я тебя предупредил! Что случилось? Чебанина! А! Отец! Что же теперь делать? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте! Дядюшка Черника! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кто? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кактус? Кактус! 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 Ну где ты пропадаешь? Учи уроки, линчай, молчать, положи книгу обратно, учи наизусть, тупица, тупица, тупица. Штатские не имеют права носить оружие. Это брать. Шифрованная записка. Это брать. Шифрованная записка. Скорее. Меня ждут. Нам нужно поймать еще одного преступника. Намного поймали. Странно. Кратчайшее расстояние от одной точки до другой есть прямая. Правильно. Правильно. А мы вас знаем. Вы графишка. Да. А как вас зовут? Редиска. А я Чиполина. А я вас тоже слышу. От кого же? От сеньора Помидора. Он так вас бронил, что я сразу понял, что вы замечательный мальчик. Ну вот и хорошо. Хе-хе-хе. Как здесь хорошо. Вишеный. Ты хороший мальчик. Понимаешь? Есть у меня к тебе очень важное дело. Что такое? Нужно нацепить ключик. Ключик подвала. Понимаешь? Там мои друзья. Что такое? Подозрительные звуки. Надо бы усилить охрану замка. Ведь замки с ней много арестованы. А почему? А почему? Так. 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 Сеньорграф! Чиполина. Не злитесь. Не злитесь, сеньор Помидор. От злости говорят. Витамины пропадают. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну, пошли сгоним. А, Чиполина. Чиполина. Не трогайте, Чиполина. Это мой друг. Редиска. Позовите Редиску. Кажется, у него жар. Сложно позвать врача. Ах, опять ведь лишние расходы. Опять не пришел. Ах, опять ведь лишние расходы. КОНЕЦ 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 Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц Чирпайами, тише! Выходите скорее. Синьор помидор, синьор помидор, арестованы, убежали. 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 Синьор помидор. Синьор помидор, арестованы, убежали. Синьор помидор, арестованы, убежали. Синьор помидор, арестованы, убежали. Синьор помидор. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают